Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футболота Жизни, это продолжение нашей карьеры за Зенит. Итак, перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел пятый выпуск правдивых пенальти с Александром Яркиным, поэтому обязательно перейдите по ссылочке в описании, посмотрите этот ролик, кто еще не видел, напишите комментарий, поставьте лайк, мне будет очень приятно вас увидеть под этим видеороликом. Ну, а мы продолжаем. Итак, карьера за Зенит, сегодня у нас три матча, решил я больше времени немножко уделять именно как геймплею в карьере за Зенит, поэтому чуть больше матча мы будем не 2, а 3 отыгрывать за выпуск. Сегодня у нас домашняя игра против Тульского Арсенала, выездная против Московского Динамо и домашняя против Краснодара. Интересные нас сегодня ожидают матчи, также завершение зимнего трансферного окна, ну и давайте сразу же, да, у нас сразу же матч, поэтому мы посмотрим, каким составом вообще выйдем против Тульского Арсенала. Они идут, между прочим, на четвертой строчке, это даже выше, чем Краснодар сейчас, и выше, чем Локомотив, тот же ЦСКА, вы просто посмотрите. Не понимаю, что происходит там с Краснодаром, но давайте посмотрим. Итак, на воротах у нас, ну, Пикфорд, так, а там через сколько, вот мне вот это тоже интересно, времени будет матч с Динамо, потому что с Динамо как-то важнее, мне кажется, будет отыграть, но здесь больше, чем неделя, поэтому будем играть с самым стартовым составом, который у нас есть. Пикфорд на воротах, Дуглас Сантос, Ракицкий, Ловрен, здесь я вижу, ни у кого нету пиковой формы, кроме вот Караваева, поэтому мы, если что, посмотрим. Так, Азмуна мы меняем, выйдет вместо него Чалов, вот, такие у нас дела. Ну, и так же, да все вроде, остальных мы всех настроили. Так, давайте так же по скамейке запасных, если что, сделаем, сразу у нас должна быть готова скамейка запасных на такие матчи, когда там немного замены разрешено. Вот, так, ну, пока что Флодом будет на резерве, наверное, вот, Азмун. Так, ну, это все равно у нас собьется потом, поэтому давайте лучше потом это сделаем. Все, вот таким составом мы выходим. Так, капитан у нас все-таки пусть будет лучше Артем Дзюба. Все, и вот таким составом мы выйдем против Тульского Арсенала. Поехали. Итак, Газпром-арена, Зенит против Тульского Арсенала. Артем Дзюба выводит сегодня нашу команду. Мы готовы сегодня побеждать. И все, ребят, нулевая ничья в матче против Тульского Арсенала. Моменты мы создавали, пытались. Моменты также нам создавал Тульский Арсенал против нас. Матч получился интересный, но, к сожалению, голов забить не получилось. Баррюс оценка 7-0 за матч. Итак, после 17-го тура мы на первой строчке. У нас плюс 6 очков лидерства. Что-то мы стали в последних матчах очки терять. 3 поражения у нас, вот 2 ничьи. Обидно, конечно, но сейчас у нас день переговора. Значит, по кому-то пришло там предложение. Сейчас посмотрим, обсудим. Так, Ловруна у нас решили забрать в Ливеркузинский Байер. Пока что я отклоняю. Азмуна хотят забрать в Шеффилд Юнайт. Это интересный вариант, но нет. А Мостового хотят забрать в ЦСКА. Тоже мы вот отклоняем. Все? Или еще какие-то есть? Вот, Васютина. Васютина хотят все-таки уже забрать в Эсбрович. Мы, да, с вот этим соглашаемся. Все отлично. И Васютин отправляется в Эсбрович. Ну, на данный момент, я не знаю, может, они... Ну, на данный момент уж точно они играют в премьер-лиге. Вот. Ну, может, там борются за выживание в главном английском дивизионе. Так, Васютина, Змун, ежемесячный отчет. Мостовой, Ловран. Все здесь вроде мы сделали. Так, ну и давайте сразу же посмотрим по моей команде. Вроде как мы собрали полную команду. Вот. Два состава у нас должно быть. Так. Вот это сюда. Давайте сразу же, да, скамейку здесь набросаем. Чтобы все нормально было. Так, Аздоев пойдет сюда. Так, там сколько? Шесть вроде, да, игроков разрешено. Поэтому Чалов, да, лучше Чалов и... Рейгони. Вот, вот так вот. Но остальные, вот у нас получается какая-то скамейка запасных. Все. На все позиции у нас есть. Поэтому теперь мы только делаем на укрепление. Ищем самого слабого в нашем... Да, вот этот все правильно. Или нет? Нет, неправильно. Общий рейтинг по убыванию. Находим самого низкорейтинга. Так. Кто у нас в составе? Круговой. В клубе же у нас, правильно? Правильно. Значит, нам нужно найти левого защитника. И сейчас мы этим и займемся. Так, работа скаутов. Не центральный, а левый. Давайте защитника. Общий рейтинг в Европе. Так. Левый защитник теперь на подъеме в Европе. И давайте пусть поищет нам в России левого защитника общий. Так, Россия. Да, нам надо Россия. На общий рейтинг. Так, пропускаем бюджет весь. Здесь тоже надо пропустить. Все. Вот такие у нас задачи. Поищем пока что замену на кругового. Потому что, ну, это самая слабая сейчас у нас позиция в клубе. Будем смотреть. Так, у нас дальше идут какие-то переговоры. Моя команда. Лунева хотят у нас забрать в Кристалл Пелос. Прям что-то на голкиперов у нас в чемпионате Англии и Кристалл Пелос вылетели. Начали прям интересоваться так массово. Лунев об уходе игрока, когда Васютин покидает команду. Пропускаем один час. И потихонечку досматриваем уже все новости трансферные. Так, предложение нам пришло по Малкому из Ювентуса. Посмотрите за неплохую стоимость. Но все равно сколько там Малкому. 24 года нет. Малкому это, как вы видите, один из ключевых игроков. Максимального рейтинга. 84 у нас пока что это максимальный рейтинг. Поэтому ключевое звено. Правда, которое я что-то не понимаю, как должно работать. Из-за того, что не забивает. Он так прям часто. Ну, голевы вроде как, наверное, дает. Но нагляну. Так, еще нам приходят предложения по Ракитскому из ЦСКА. Что-то прям ЦСКА хотят забирать у нас игроков. Можно будет сразу Зенит переменовать в ЦСКА. Прям что-то много предложений. И Мостового. И Ракитского. Итак, снова приходит нам предложение. Малком в Атлетико Мандрид теперь хотят забрать. Прям топовые предложения. В конец причем Трансерного окна. А Дзюбу хотят забрать в Ювентус. Я бы отдал бы, конечно, Дзюбу. Причем он у нас еще не выставлен на Трансер. Ох, ребята. Дзюбу я бы, конечно, продал. Так. Зря я там, наверное, левого защитника все-таки выставил. Потому что мне надо избавиться вот именно от Дзюбы. Возрастных игроков. Давайте поставлю сейчас здесь все центральные нападающие. Но, к сожалению, да, Дзюбу мы сейчас не сможем отпустить. Или все-таки стоит. Потому что все-таки, ну, Ювентус. Не знаю. Давайте я бы Дзюбу оставил бы еще на вот эти вот полсезона. И тогда мы бы уже посмотрели. Но пока что я отклоню предложение по Дзюбе из Ювентуса. К сожалению, Дзюба хотел вообще в Англию. Поэтому будем ждать из Англии. Вот. А по команде что? Здесь возраст надо посмотреть. По убыванию. Дзюба самый возрастной. Вот нам надо избавиться от, смотрите, раз, два, три, четыре. Четыре игрока. Дзюба, Ракийский, Ловрен и Лунев. Вот. Это четыре игрока с возрастом выше тридцати. Пока мы будем от них избавляться. У нас Аздоев, Терентьев и по тридцатке еще им будет поэтому. Вот. Но начнем с самого возрастного, с Дзюбы тогда. Будем искать на него замену. Ну, отлично. Уже хотя бы мы понимаем, что по нему предложение есть. Итак, все. Завершаем мы период трансеров. Интересные, конечно, приходили нам предложения. Но лидеров мы пока что не готовы терять. Вот. Хотя клубы действительно очень интересные нам предлагали. Но нет. Пока что мы не нашли замены. Донарума. Самый громкий трансер из Милана в Сити перешел. Ну и все. Таких больше я там смотрю нет. Сборная месяца. От нас никто туда не попал. Так, что здесь. Ну, здесь только молодежка на самом деле прокачалась. Поэтому про основной состав нечего даже и говорить. Играем мы сейчас против Динамо. Они идут на третьей строчке. У нас 7 очков. Лидерсы над ними. Поэтому давайте посмотрим. Посмотрим, конечно. Так. Ракицкий Ловрен. Да, вроде все спокойно. Караваев будет играть. Так, дальше. Аздоев или Фоден. Давайте Фодена сейчас попробуем. Потому что что-то упало осиоса. Ну, немножечко так. Среднего Фодена хотя бы она повышена. Поэтому это тоже интересно посмотреть. У Мостового вниз. Азмун. Давайте, я не знаю. Снова Чалова либо выпускает. Я бы Чалова выпустил. Но после перерыва. Потому что хочу снова вот эту связку посмотреть. Потому что голов у нас в последних матчах нет. Надо возвращать нашу боевую силу. Именно вот с помощью Дзюбы и Азмуна. Поехали. Итак. Динамо против Зенита. Шунин. Я опять забываю. Вот надо в основном меню Дзюби поставить капитанскую повязку. Потому что когда я его меняю, она пропадает, естественно. В другом меню. Так что это надо как-то запомнить. Так, замечательно. Себастьян Дреуси. На подаче на Дзюбу. Ну и Дзюба забивает. Отлично. Себастьян Дреуси. Ассистировал на этот гол для Артема Дзюбы. Замечательно. Все. Это минимальная победа. Зенит обыгрывает третью строчку на выезде. Благодаря голу Дзюбы. С навесной передачи от Себастьяна Дреуси. И Дзюба 7.5 оценку получает. Итак. 18 тур закончен. У нас в 9 очков лидерство над Спартаком. Вообще все у нас замечательно. Так, нам приходит сообщение. Ракицкий теперь у нас интеллектуал. Ну, не знаю, с каких пор мы такую роль дали. Но ничего, пойдет. Так, Дзюби. Дзюби, Дзюби, Дзюби. Надо мне сразу дать капитанскую повязку. Она повышается? А, нет. Представляете? У Дзюбы 8.7. Пусть Ракицкий тогда будет. Раз у него теперь роль интеллектуала. И у нас игра так. Здесь я ничего не буду изменять. Мы переходим к матчу. Уже там будем настройки крутить. Вместо Пикфорда выйдет Лунев. Сразу же Круговой. Вместо Ловрана у меня выйдет Оссорио. Караваев. Так, дальше. Кого еще можно бы выпустить? Бариус и Паласиос. Нормально все. Дриуси будет мостовой. Ну, а там все так и пойдет. Пусть Азмун и Дзюба в нападении. Все, у Малкому еще пиковая форма. Должен постараться забить. Ну, и Лунев. Долгожданное возвращение его на поле. Борельщики ждали. Зенит против Краснодара. Поехали. Итак, Зенит против Краснодара. Газпром-арена. Мы готовы к этому матчу. Надеюсь, будет интересным. Краснодар как-то не уверенно вообще идет сейчас по чемпионату. Я его в начале выпуска не видел даже на 10-й строчке в топ-10. Ну, где-то он-то там и находился. Неплохо. Азмун. И Азмун забивает на таких двух рикошетах. Синицын не потащил. И Сердар Азмун открывает что-то там матче. 27-ая минута. 1-0. И это 1-1. Маркус Берг, да, это сейчас забил. Ну, просто вы посмотрите, как в ножку ему вложили эту передачу. Вот здесь, ну, это как вообще? Провалилась вся оборона. И он в касании забивает. Это 1-1. Лунев, к сожалению, не потащил этот удар. Да и Пикфорд, мне кажется, тоже бы не потащил. Поэтому здесь не надо винить Лунева. Нет. Все, у нас ничья. Со счетом 1-1. Итак, лучшим стал Сердар Азмун. 7-5 у него оценка. У нас лидерство в 7 очков после 19 туров. Ну и все, заканчиваем мы на этом сегодня с вами выпуск. Дальше у нас в следующем выпуске будет матч в Кубке России, в Чемпионате России и в Лиге Чемпионов. Поэтому очень интересный матч. Тем более сразу же выездная игра против Валенсии там будет. Кому интересно, обязательно подпишитесь на канал. Поставьте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok